всем привет я тут выбрался на солнышко и решил на этом солнышке записать наверное одно такое из важнейших видео на канале в котором мы будем рассуждать о том что у нас происходят с из админами и как долго у нас сисадмины девопсы и все остальные еще могут оставаться на рынке и что сделать для того чтобы быть собственно востребованным и высокооплачиваемым специалистом кратце такое вступление почему меня можно послушать я занимаюсь этой всей ерундой с 2005 года за все это время у меня всегда была работа у меня всегда были деньги я всегда успел успевал нормально переходить с одной работы на другую постепенно совершенствуясь если горит на сегодняшний день то у меня ставка чуть больше 40 долларов в час и я сейчас пойду парочку сертификации парочку дополнительных курсов повышения квалификации небольших весне я буду стоить 50 долларов в час нужно сказать то что эта ставка такая а-ля джуниорская на американском рынке тем не менее вот эти вот самые 40 50 долларов в час себе могут позволить у нас только штаты китай еще там парочка таких глобальных компаний но зато предложение на этом рынке предостаточно в принципе на данный момент давайте так вкратце пробежимся опять же потому что у нас происходило на рынке более менее за последние там 15-20 лет чтобы понять куда это все движется и как в этом все можно было сориентироваться чтобы понять куда нам двигаться дальше значит если говорить так о начале развития идти будем говорить наверное по снг про россии у нас начали стали появляться вот все эти офисы корпоративные сети и так далее была большая потребность в тех людях которые могут настраивать примитивные рабочие станции на винде собственно тогда это пользовалось спросом было множество офисов множество разных технологий надо уметь там не знаю настроить принтер подключить бесперебойник настроить microsoft офис и так далее и деньги можно было зарабатывать на тот момент так чем я и большинство моих ровесников принципе занималась потом у нас стали появляться уже такие серьезные требования серьезные серверные технологии надо было уметь настраивать домен надо было уметь настроить там прокси сервер файловые серверы vpn и так далее то есть в принципе при небольшом таком инвестирование в себя нужно было получить палочку сертификатов по windows серверу понять как работает там не знаете crm динамиксы и так далее и в принципе можно было выскакивать уже на зарплату повыше в принципе если ты обладаешь каким-то достаточно уверенными знаниями в windows сервере ты можешь найти себе работу и в принципе сидеть и в этой нише хоть до смерти но нужно понимать что спрос на таких специалистов уже так скажем сильно упал предложение намного больше понятно что если там прям какой-то гуру windows сервера тебе найдется место у какого-нибудь айти интеграторы и так далее но сказать что это прямо такие топовые зарплаты море предложений точно так сказать нельзя то есть в определенный момент на windows сервере ты понимаешь то что ты опять же залип ты тебе нужно куда-то двигаться иначе ты застреваешь и тогда у нас в принципе тоже и в россии да и много где начал появляться линукс с линуксом всего было намного интереснее внедрение линукса позволяла компании сильно экономить деньги то есть не нужно было против платить за лицензии винды кроме того требования у линукса к серверам было к железу намного меньше то есть в принципе можно было сильно экономить деньги компании используя линукс и тогда появился большой спрос на линукс системных администраторов и к тем кто вовремя среагировали переквалифицировались они тоже перескочили на большие зарплаты такое у нас сейчас такое положение на рынке в китае где тоже привыкли к винде и только-только буквально несколько лет как поняли что есть линукс и там сейчас все начинают писать программы подлинг офисы свои перетаскивать на линукс и так далее то есть начинают экономить деньги опять же это этот поезд уже можно сказать ушел опять же сегодня у нас просто обычный офисный линукс админ которыми там самбу настроить какую-то мубунту цент из просто развернуть раздавать файлы и органы организовывать доступ в интернет тут тоже опять же ну высоко не прыгнешь но можно наверно идти какие-то зарплаты в районе там не знаю 100-150 тысяч но уже скажем на мировом рынке просто знание линукса это такое джуниорское требование на базе которого уже можно настраивать какие-то навыки и тут нужно сказать что в принципе как бы емкость такая офисных админов она заканчивается то есть можно себя когда-то продвигать в качестве специалиста по какой-то определенной технологии какой-то определенной системе но в принципе там ну как бы особенно расти некуда и нужно уже будет усаживаться какого-нибудь интегратора или сидеть в каком-то офисе какой-то компании боясь то что в любой момент тебя сократят потому что в принципе твоя профессия такая офисного админа она все более и более становится ненужным тут нужно как бы очень четко понимать то что когда ты каком-то таком возрасте находишься скажем к 30 и продолжаешь под столом там я не знаю подключать пыльные провода среди каких-нибудь вонючих сапогов бухгалтеров то тут наверное нужно уже подумать с тем же ты занимаешься на самом деле меня это как-то я помню был момент когда надоело лазить под столами я пересел на windows серверы а потом я устал общаться с пользователями потому что даже если ты сидишь на windows серверах тебе все равно нужно общаться с пользователями все равно нужно и настраивать всякую дурь и добавляешь то что здесь ты тоже там себя в принципе исчерпал надо переходить на линукс и с линукса уже опять же этот рынок пошел наверное уже сколько лет лет как 10 в россии когда у нас стали развиваться сервисы когда ты уже можешь работать не просто офисным админом ты начинаешь работать ну будем говорить что это девопс это самое начало девопса ты помогаешь разработчикам организовывать какие-то сервисы внедрять их оптимизировать и так далее то есть тебе не нужно работать с конечными пользователями твоя задача организовать какие-то отказовоустойчивые мощные масштабируемые системы то есть разработчик пишет свой какой-то такой мы будем скептически относиться возьмем какого-нибудь плохого разработчика пишет свой говнокод и ты понимаешь что этот говнокод он не пойдет в реальной в реальной жизни ты под него начинаешь разворачивать систему и понимаешь то что он тут упадет тут упадет тут он неправильно использует оперативную память и так далее да и начинаешь становиться таким девопсом аля который понимает что нужно делать разработчику чтобы его код работал опять же это одновременно совпадает с развитием облачного хостинга то есть мы начинаем использовать облачные хостинги и как админы нам становится безразличен уровень железа то есть нам не нужно уже заморачиваться с тем какой оперативную память нужно подобрать какой процессор лучше подходит под какие задачи как там нам организовать аппаратный рейд массив это за нас решает облачный хостинг провайдер то есть тут опять те кому нравится водиться железом кто любит работать с таким аппаратный аппаратной части они могут устроиться на работу хостером к облачным провайдером каким-то дата-центром но рынок намного уже там то есть ну не так уж много у нас вот этих всех остров и так далее там сидят люди по 30 лет которые там не знаю привыкли сидеть и туда влезть ну можно конечно но достаточно тяжело и опять же я не скажу тоже там какие-то топовые зарплаты и там совершенно но на мой взгляд интересно работать есть как только у нас появились такие облачные хостинг-провайдеры мы с вами забываем об уровне железа то есть нам уже как админам не очень это интересно нам нужно уметь настраивать операционные системы нам нужно уметь настраивать операционные системы именно по тут вот эти ходы под эти компании которые настраивают создают новые сервисы 3 задачи сдвигается нам нужно работать железом нам нужно уметь быстро развернуть и настроить под текущие нужды например стартапа тут появляется у нас такая часть девопсы как инфраструктура как код когда мы просто кодом описываем всю нашу в пц жку все наше облако то что у нас будет вот такая вот точка входа у нас будет столько таких серверов какие-то балансировщики если что мы опять же кодом это очень быстренько можем поменять и применить опять же тут возникает такое умение как настройка под какие-то такие резкие всплески трафика защита от атак и так далее то есть одним он уже становится таким более приближенным к разработке человеком который понимает как работает код и как нам нужно его настроить значит этот этап я тоже проходил и после него у нас возникает новый этап это интересный этап когда у нас системную администратору уже не так уж и нужно разбираться с уровнем операционных систем то есть мы с вами отбросили уровень железки на прошлом этапе теперь у нас уровень на котором у нас происходит виртуализация уровня операционных стен облачного хостинг провайдера тут админу нужно заботиться о том как настроить тот же самый linux windows не нужно заботиться о том как создать кластер какой-нибудь серверов баз данных постгресса не нужно заботиться о том как создать какой-нибудь не знаю мастер 5 слой в конфигурацию радис а то есть у нас например amazon предоставляет готовые уже сервис вы просто описываете кодом что вам нужно создать сервер баз данных приблизительно с такими то параметрами его за вас amazon делает все сам он создает необходимое количество виртуальных машин он следит за их обновлениями он патчет всю их безопасность а у вас есть только . входа то есть опять же у админа отпадает необходимость разбираться в нюансах настройки каких-то интересных серверных продуктов потому что это за нас решает облачный хостинг провайдер в россии сейчас это пока еще не так уж развито здесь каждый сам под себя разворачивает свои кубернетисы свои родятся и так далее некоторые даже продолжают до сих пор использовать свои аппаратные сервера несмотря на то что это совершенно невыгодно вместо того чтобы использовать облака в которых это прям все очень быстро по запросу доставляется и вам не нужно заботиться о том что у вас амортизация железо нужно обновлять то все следить за тем что все было про апгрейджен и так далее так вот это тот самый уровень на котором я нахожусь сейчас когда мне не нужно уже сильно заботиться операционных системах то есть я знаю как они работают я понимаю что нужно делать но тот же самый amazon меня лишает например возможности попасть на мастера кубернетиса и сделать какую-то там кастомную конфигурацию этого сделать не могу я могу максимум написать им запрос и чаще всего они просто с ним ничего не смогут делать потому что них там все достаточно жестко зашито это позволяет им делать все так более стабильным более быстрым более емким так вот мы приближаемся к интересному моменту когда у нас админ уже в принципе он с его уникальным набором навыков становится не нужен то есть он может найти себя где-то опять же этих хостеров и так далее но на мировом глобальном рынке все его тонкие вот эти знания умения нюансов настроек каких-то технологий они становятся не нужны потому что они уходят на уровень облака я например много раз сталкивался с тем что я пишу в amazon то что вот у вас есть там я не знаю ваш документ db который вроде похож на монгу и нам нужно с вами применить вот такой-то хитрый параметр который нам позволяет в монге вот так-то так-то увеличить производительность и amazon просто пишет что как бы но это невозможно все что у вас есть это есть этот ваш интерфейс мы вам даем достаточно дешево хранилище мы вам достаточно дешево даем ресурсы как бы не надо вот это вот все выпендриваться надо этих вот тонких настроечек работайте вот так и мы как бы вам обеспечим то что она будет работать качественно и быстро то есть все вот эти нюансы уходят и понятно становится то что админ он в таком виде в котором есть сейчас становится ненужным и это вот та самая остановка где сейчас нахожусь я и откуда я вынужден выбираться и тут дело заключается в том что мне нужно начинать разбираться в языках программирования то есть тут уже у нас начинается слияние тоже начинается настоящий девопс когда админу нас начинает становиться реально тем кто понимает çocuğad nuys в свою сторону разработчики программного обеспечения они более-менее начинают понимать нюанс инфраструктуры например сейчас у нас отдел его должны заю назвать отделом инфраструктуры сейчас нас отдел девопса на работе они наравне с разработчиками пишут код и разработчики наравне с девопсами участвовать создание инфраструктуры то есть если говорить например это мысом regarding с его контейнерами виртуализации раньше я создавал кластеры раньше я для этих кластеров писал особой конфигурации я создавал шаблоны и так далее сейчас моя задача заключается только в том чтобы включить кубернетис на амазоне и сказать разработчикам в какой репозиторий на гитхабе класть настройки и разработчики которые обладают хотя бы поверхностным знанием кубернетиса они уже могут туда спокойно разворачивать сервисы то есть разработчик написал код он знает что ему эти три файла позволит создать развертывание сервис какой-нибудь ингресс-контроллер который туда впускает трафик и все разработчику я в принципе не нужен разработчик ко мне прибегает только каких-то очень критичных случаях если он не обладает достаточными знаниями и это уже становится плохой разработчик то есть такие голые нулевые разработчики сейчас тоже не нужны точно также как админу либо когда у него все свалилось и у него просто с точки зрения безопасности нет полномочия исправить точно так же у меня то есть мне прилетает какой-то код если этот код не поднимается раньше у нас как было это нанимая проблема эта проблема разработки вот вам косяк вот ваши ошибки исправляйте сейчас я должен максимально своими стилами стараться исправить я начинаю лезть в код я начинаю пытаться понять где там что неправильно не начинаю пытаться изменить это создаю свои бакс fix и создаю свои там какие-нибудь ветки с исправлениями патчу это пытаясь все поправить сам не прибегая к помощи разработки должен сказать что мне это не нравится мне никогда не нравилось быть разработчиком и видимо поэтому я начинаю пытаться спрыгнуть и уйти с рынка потому что дальше себя развивать в направлении создание написание программного кода мне реально не интересно я могу конечно еще ну то есть на мой век хватит еще задач админа который настраивает тупо инфраструктуру причем не только в россии но и на мировом рынке на самом деле хороших разработчиков хороших дебопсов не очень мало если посмотреть мне реально сейчас прилетают приложение предложение на 50 долларов в час на удаленку но регулярно раз в неделю наверное точно там как правило нужно как раз немножечко то все уметь но в принципе с моими знаниями только инфраструктура я могу до влезть на что я умею строить действительно отказоустойчивые сервисы которые автоматически масштабируются которые экономят колоссально денег которые надежные зарезервированные и так далее но я уверен то что в течение ближайших пяти-десяти лет это начнется ходить на нет то есть можно забиться в угол и там в углу пытаться этим чем-то заниматься но постепенно рынок в этом плане сходят на нет и если уж так заглядывать дальше давайте попробуем немножечко спрогнозируем на два шага например вперед сейчас уже у амазона есть несколько сервисов но он эластик бина называется еще как-то когда разработчик вообще не думает об инфраструктуре он просто закидывает свой код на сервер и описывает как бы что как с чем код должен работать и amazon сам разворачивается инфраструктуру он сам решает сколько вам нужно серверов какого вида сколько вам нужно сервер приложений сколько вам нужно балансировщиков какое вам нужно хранилище то есть разработчик он может просто на простые вопросы ответить типа я там ожидаю вот такую-то нагрузку на сервер я планирую приблизительно столько данных и возможно мне пригодится какое-нибудь резервное копирование каждые сутки и сделать пожалуйста максимальную отказ устойчивость так чтобы мой код был одновременно там штатах в европе и в сингапуре все всю эту задачу облако решает само то есть разработчику в принципе не нужен админ сейчас это еще находится на зачаточном уровне то есть это еще так активно не используется и такой не продакшен рэдди то есть amazon может это все развернуть но для того чтобы это было гарантированно работоспособно все-таки пока еще нужен админ вот я уверен в течение ближайших пяти лет они отточит этот сервис так что админ станет вообще не нужен то есть просто разработчик пишет код этот код будет у вас работать надежно быстро и так далее тут нужно заметить я обратил внимание на такой новый сервис опять же он не очень новый уже amazon года три это машинное обучение это различные нейросети тут у нас становится интересно то что в принципе даже и такие узкие какие-то не full stack программисты становятся ненужными скажем перспективе 10-15 лет происходит такая ситуация когда сервисы у нас описываются в принципе любым программным языком можно просто алгоритмическим языком когда у нас просто мы говорим машине что мы ожидаем вот такие входные данные нам нужно будет скорее всего это обработать вот так и так и вот такое получить на выходе чаще всего это будет происходить даже так что машине скармливаются скажем я не знаю если взять 1с 1 какие-нибудь рутинные действия 1с за последние годы три и машина понимает как она это все должна делать и у нас уже не нужен допустим 1с программист нам уже не нужен прям бухгалтер который умеет работать в один из у нас просто я не знаю скажем директор компании ну или главный бухгалтер он просто говорит машине то что сделай мне пожалуйста отчет там по продажам просто словами даже вот голосом своим горит делами отчетом по продажам за последний год и получает этот отчет кроме того автоматизация проходит до того что там не знаю документы на выгрузку акты сверки все машина делает сама сейчас эти сервисы только-только начали работать меня вы приглашали в сбербанк год назад создавать их нейросистемы там у них система одобрения кредитов что такое было и тут уже админ он должен работать на стыке таком с аналитиками данных и с учеными то есть там уже у нас сбербанке если говорить о нем сидят ученые которые там занимаются комбинаторикой статистикой математическими какими-то моделями им нужен админ который просто это сможет передать в системы вот эти вот алгоритмизации в систем машинного обучения в нейросети то есть тут уже админ сам по себе не нужен в принципе тот кто умеет настроить там железку операционную систему программку развернуть какой-то сервер это бесполезное становится знание это все уходит на уровень автоматизации это один раз нам несколько раз описывают облачные провайдеры или просто создатели какого-то программного обеспечения и все дальше у нас ученые и программисты могут работать с этим всем без инфраструктурщика я принципе много уже наверное сейчас наболтал давайте попробуем подвести итог что я хочу вам поэтому всему поводу сказать то что если вы собираетесь учиться на админа начали изучать администрирование в принципе на ваш век конечно задач хватит но если вы хотите получать реально какие-то нормальные зарплаты скажем там от трех ста тысяч по россии от 500 тысяч по миру то это зарплата реальные они существуют на линкадине посмотрите то просто здание администрирование недостаточно нужно четко прокачиваться в программировании нужно смотреть последние все вот эти нейросети и так далее и если вам это не интересно так как это не интересно мне то возможно этим заниматься не следует то есть если вы не готовы программировать быть просто админом можно но это прям потолок который рядом не сможете вы путешествовать по миру если вы об этом мечтаете не сможете выстраивать себе большой дом и кормить с пятерых детей если вы будете просто админом ну или вам придется конечно сильно-сильно повезти чтобы вам повезло залезть куда-то и усидеть там но это тот рынок который динамично развивается и вот с появлением всех этих виртуализаций облачных технологий увеличение емкости админы они реально уходят в прошлое и они становятся не нужны вот вам мой посыл так что спасибо что смотрели я пошел дальше тогда загорать всего хорошего